В Международный день защиты детей в нашем городе прошло множество интересных мероприятий. И в воскресенье было куда пойти, чтобы провести время не только приятно и весело, но и с пользой для себя. В Славянском районе немало хороших мастеров-ремесленников. Убедительное доказательство этому – выставка декоративно-прикладного творчества, которая была организована в центре города по улице Красной. Тут были представлены авторские изделия из камня, дерева и кожи, куклы и многое другое. Удивительные изделия славянских умельцев привлекают внимание славянцев. Они сделаны от души. Многие из них, в том числе ювелирные украшения, существуют в одном экземпляре. Для мастеров эта творческая работа стала не просто отдушиной, а средством самовыражения. Новые куклы, которые я делаю – это кьюпи. Это как бы зверюшки с человеческими лицами. По типу мишек Тедди, с такими же двигающимися ручками, ножками. Продолжаю также делать маленьких крохоток, которые напоминают нам деток, наверное, с того времени, с прошлого века. К прилавкам и стендам с работами мастеров все время подходили люди, интересуясь, как сделано то или иное изделие. Народные умельцы редко скрывают свои секреты. В молодежном парке славянская детская художественная школа провела мастер-класс для популяризации изобразительного искусства. Славянская художественная школа посвящает свой мастер-класс семейным выходным. Это сделано для того, чтобы привлечь и взрослых, и детей в наши стены. Искусство улучшает жизнь и настроение не только детей, но и взрослых. Ждем в наших стенах на мастер-классы и также на образовательные программы. За полчаса, конечно, трудно научиться, но в душе каждого человека спрятан художник. И задача профессионалов открыть это стремление, умение, потому что буквально почти каждый человек при хорошем обучении сможет научиться рисовать. В северном парке Славянска-на-Кубани на спортивной площадке воспитанники спортшкол вместе с родителями выполняли нормативы ГТО. При выполнении нормативов каждый участник смог проявить себя. Это хорошая возможность еще раз приобщиться к здоровому образу жизни и физической культуре. Активное участие в выполнении норм ГТО. Мы из Славянска-на-Кубани, 16-я школа, дети у нас ходят в 16-ю школу. Стараемся привить детям любовь к спорту. Дети у нас достаточно спортивные. Дочь ходит на волейбол, сын занимался футболом. Сейчас они ходят на тэквондо. И хотим попробовать себя вот в этом интересном соревновании сегодня. Всем желаем удачи и себе тоже. Семьи выполняли нормативы по наклону вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подниманию туловища из положения лежа на спине, сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа, отжимания. Учащаяся 12-й школы Мария Макеева увлекается гимнастикой. И здесь она спокойно отжалась 40 раз. Достойный результат. Я хожу на спортивную гимнастику. Я занимаюсь 5 лет. Я отжалась 40 раз на спортивном празднике. У меня... Я могу и больше отжаться. Космопарк стал местом притяжения для жителей города. Здесь побывали славянские семьи. И космос для них, конечно же, стал немного ближе. Директор Центра дополнительного образования Елена Слюсарева, проводя экскурсию, рассказала славянцам о том, как здесь благодаря активности ребят, преподавателей и помощи властей появился необычный космопарк с планетарием. Это все при поддержке законодательного собрания Краснодарского края и поддержке нашего главы, нашей администрации. Когда к нам приехал в гости Юрий Александрович Бурлачко сюда посмотреть нашу естественно-научную лабораторию, мы прям этот плакат вот ему и показали, вот этот проект, который был нарисован и создан детьми со своим руководителем, неделькой Сергеем Александровичем. И мы рассказали о том, что это действительно будет уникальный не только в Краснодарском крае, но и в России проект. И он был поддержан. И буквально в феврале 2023 года нам поступили 15 миллионов из краевого бюджета, и потом еще глава выделил еще около 7 из муниципального бюджета для поддержки этого проекта, для его завершения. 12 апреля мы открыли. Целый год здесь шли работы. В ходе увлекательной экскурсии они познакомились с установленными здесь моделями планет и узнали много интересного о строении нашей Вселенной. Особенно всех впечатлило посещение планетария. Нам очень понравилось. Мы давно хотели сюда попасть. Хорошо, что для детей бесплатно сделали такое посещение. Потому что если старшая научится у нас в первой школе, мы думали, что скоро попадем обязательно, то младший фанат может посмотреть, акцент сделать на его футболочку. Видите, мы специально подготовились, надели футболку с Нептуном. Он очень все любит связанное с космосом. Даже в садике на 12 апреля всех воспитателей удивил тем, сколько он всего знает. Посещение детской художественной школы, расположенной в памятнике архитектуры, доме купца Мазепы, стало еще одним ярким событием этого дня. Преподаватели ДХШ не только рассказали об историческом здании и о том, как оно обрело вторую жизнь, но и о том, как идет здесь процесс обучения одаренных детей. Очень давно мечтала сюда попасть. Очень рада, что организовали такую экскурсию. Познавательно, да. Очень понравилось, конечно, и внутри. И все, чем наполнено, прям восхитило вот эта вот вся история, экспозиция. Да, здание впечатляет. Камины просто поражают своим великолепием. И то, что это все родное. Хорошо и интересно отдохнуть вполне можно, не уезжая из города. Вот такие семейные выходные для славянцев были организованы благодаря усилиям всех заинтересованных служб. Такие мероприятия позволяют, объединив людей разных поколений, укрепить семейные связи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Как-то что-то это. Так.